Собираемся на улицу, я тоже крашусь и пришла в комнату. Не могу вам заснять, какую красоту тут сделала Анюта для Яны. Ну-ка, покажи сзади. А повернись. Нравится? Здесь надвиж кармашки у тебя торчат. Поправим. Платье мы первый раз надеваем. Его еще надевала Анюта. Анюта из него уже выросла. Иди посмотри в зеркало на себя. Красивое, да? Платье мне очень нравится это. Ой, ты чего? Вот столько у нас здесь косметики, резиночек, всего. Сейчас еще она вот эту сумочку с собой возьмет, да? На, держи. Ты собрала уже все свои игрушки какие-то возьмешь с собой, да? Ну все. Нет, но мне кажется, это достойно. Это ты вот это все понесешь? Мне кажется, это достойно. Смотрите, какая тут... А все ты доделала уже? Ну да. У нас очень жарко на улице. И чтобы у нее здесь вот ничего не потело, я попросила Анюту сделать ей красивую прическу. А еще хочу кое-что еще сделать. Ну давайте, собирайте. Я пошла тоже сушить голову и докрашивать глаза. Докрашивайте руки блеском одни. Как же так, девочки есть девочки, да? Угу. Покажи мне на камеру губки. Зашли сейчас в магазин. Типа Галамарта даже, скорее всего, это Галамарт, просто название другое. Увидела, посмотрите, икеевский дозатор. И стоит он тут аж 500 рублей. И написано, видите, Икея. Вот, кстати, наподобие такую швабру я купила на Озоне. Очень хорошая металлическая такая ручка. И стоит она тут 749 рублей. Тоже так же. Что тебе, купил дедушка? Нет? Нет? Бесценно. Игрушка бесценно это? Это симпатичненькие цветочки. Сидят уже, уплетают семечки, которые я сейчас забрала на Валберисе. Вот такие заказалась семена для салата. Их здесь 4 вида. Здесь килограмм в этой упаковке. Это, кажется, можно есть. Семена льна, кунжут, подсолнечник и тыквенные. Так, подождите. А, 5 даже семян видов. Вот, кстати, очень хорошие семечки. Буду делать их добавлять в салат или в любые блюда. Да? Вкусные? Угу. Так, и еще сейчас заходила на Озон, забрала заказ. Сейчас соя мне пришла. Взяла на пробу. Значит, в упаковке идут 3 штуки. По 200 грамм. Сейчас вот приготовила. Хочу замочить по инструкции. Буду действовать. Здесь написано, надо будет залить водой на 15 минут. А потом ее готовишь. Последний раз я сою пробовала, наверное, лет 15 тому назад. Потом она пропала из магазинов. Как-то я ее больше не видела. И забыла про нее. Но она мне раньше очень нравилась. Очень вкусная. Кто не пробовал, я думаю, понравится. Особенно хорошая замена мясу. Растительный белок. Да? Будете пробовать? Дети у меня еще такое не пробовали. Вот, хочу сейчас приготовить что-нибудь. Взяла такую среднюю. Помол средняя. Есть там покрупнее. Есть вообще фарш мелкий. Ну, потом приготовлю, покажу. Понравится или нет, скажу. Вот в итоге, что у меня получилось. Добавила я сюда еще чесночок, соевый соус. Сейчас отвариваю макароны. И мы будем садиться ужинать. Хочу вам показать такую прелесть. Посмотрите. Илья принес с работы такой маленький острый перчик. И говорит, хочу, чтобы ты мне посадила. Семена сейчас достала. И посадила мне тоже такой перчик. Он будет его есть. Это острый. На работе у них есть такое дерево. И оно такими вот маленькими перчиками растет. Ну, он, понятное дело, что вырастет еще. Но вот он принес на рассаду. Я решила отдельный горшок для семян не искать. Решила посадить вот к этому цветку. Сейчас я как раз цветы поливала. Одну семечку сюда закину. А одну, может быть, замочу где-нибудь в мокрой тряпочке. Если когда даст корни, тогда уже пересажу. Потому что не знаю, пойдет здесь или нет. Но попробуем. Кстати, у мамы тоже когда-то был такой перец. Но он у нее почему-то не рос. Вот, кстати, хочу вам заодно показать еще чайник, который я забрала. Где я заказывала-то его на Озоне или на Валберисе, уже не помню. Сейчас хочу как раз заварить чаек. Я уже его помыла. Он у меня уже высох. Тут вот такая вот металлическая крышка. Сеточка вставляется. Очень удобно. Сейчас первый раз хочу заварить. Чай, конечно же, будет с травами. И еще черный чай. Я черный чай вот тут храню. Вот, сейчас попробуем. Мне нравится, что он такой вот прозрачный и очень красиво выглядит. Чайник, кстати, этот был недорогой. Около 300 рублей где-то стоил. Так, это у нас крупнолистовой чай. Мы пьем только крупнолистовой. Наверное, еще чуть-чуть добавлю и травы. И вскипячу чайник. И посажу перчик. Всем привет. Всем, Кай. Давно не видели еще и Анюту, да? Анюта тоже выпала из жизни у нас. Приболела. Самая разгорченная. Да. Нашла, когда время болеть. Все поездки наши и планы, конечно же, отменяются. Меняется все. Не знаю даже, насколько это у нас все затянулось. Ну, одним словом, сейчас мы пока лечимся. Вот сейчас идем к врачу. А были вчера на УЗИ. Не хочет она никак выздоравливать. Вообще-то я хочу, но мой организм где-то не хочет. Вот, хотели поехать много куда. Не только на море, но и в горы. Но пока, пока вот так. У нас еще, кстати, сегодня первый день похолодало. Ой, не так хорошо. Семь градусов, а было вчера тридцать семь. Даже тридцать восемь. Нет, короче, сорок. Поэтому сегодня относительно у нас тепло, да, с тобой? Мы хоть идем? Идем. Не по тенечку, а просто. Что? Думала, у тебя укол будут делать? Мама говорит, укол делается. В смысле укол? Да еще ничего неизвестно. Укол не укол. Вот наше УЗИ. Ждем. Красивые такие цветы растут тут. Проходим мимо нашего садика, в который мы скоро будем ходить. Нас уже там ждут. Звонили. Идем с родителями. Гуляем по частному сектору. Идем там, где мы раньше жили. Хотим посмотреть, как там райончик расстроился. Там уже очень много, что у нас строили. И аллею даже сделали. Мы как-то там с Ильей гуляли, но я ничего не снимала. Поэтому сегодня хочу вам показать. Мне так нравится этот частный сектор. Так спокойно, тихо, машин нет. Воздух чистый. Коттеджики стоят. Ну вот одна вот такая вот трехэтажка. И там вот вначале были. Что же? Или вот тут вот они. Я уже запуталась. Вот так хорошо. А лыча тут падает. Уже, да, поспела в некоторых местах. До этого мы проходили, зеленая была. Птички как поют. Тут вот уже и сетевые магазины подтянулись в этот район. Пятерочка скоро открывается. Магнит, магнит-косметик открыли. Мы идем дальше. Тут вот такую аллею сделали вдоль дороги. Мама идет, все удивляется, да? Как район расстроился за год. Они год назад здесь, получается, были. По-моему, когда вы к нам приезжали, да, еще? Мы тут жили, да. Мы, когда мы приезжали, мы походили сюда еще. Садик еще до сих пор строится, который мы ждали. Думали, попадем в него. Да, кстати, они его три года, по-моему, строят. А вот это типа дом культуры или как-то дом физкультурники. Не знаю, как он будет называться правильно, но что-то для детей построили. Какое-то заведение. Кстати, быстро тоже очень. Все перестраивают опять. Сначала строят, а потом перестраивают. Так что неплохо, неплохо. Для большого района это то, что нужно. И, кстати, школа, он там впереди. Ее в этом году тоже уже будут сдавать. Идем по новой аллее. Как раз она вдоль школы. Вот ее уже достраивают. Красиво сделали. Освещение поставили. Стеллобат. Только я не пойму, на втором этаже тоже будет парковка, я так понимаю. Но пока там нет машин. Или детская площадка. Все пока чистенько, красиво. Лавочки новые поставили. Привет, привет! Ну вот садик. Тоже, по-моему, в этом году будут сдавать. Его уже построили. Такую вот тут аллею красивую сделали. Дубовую. Тут вот дубы растут. Лавочки поставили. Тоже все прямо облагородили. Скопали землю. Полыча тут, кстати, смотри, тоже растет. Все очень красиво. Достойно. Здесь где погулять. Здесь была лесополоса. Да, мы, кстати, здесь ходили. Тут вообще просто была густая лесополоса. А мы сейчас хотим дойти вот до тех вот желтых домов. Мы там ни разу не были еще. И вот еще какой-то новый дом построили. Одним словом, район развивается очень быстро. Маме тут понравилось, да? Да, мне очень. Здесь нравится. Прямо красиво. Далеко вам тут не видно, что здесь минус еще. Это магазины далеко. Магазины, поликлиники. Транспорт тоже относительно далеко. А так неплохо. Современно. Здесь целый комплекс еще застроили. Красивое тут оформление тоже. Двора, площадки, прорезиненное покрытие. Все, бабуля уже устала. Да, пока мы дошли сюда, а еще нам назад идти. Я так понимаю, этот дом сдали и этот, а там еще строится. Это весь дом ухожения. Будет поиск. Так у нас. На карт MBW. Двора дохожей. После этого появляются очень железонным. Двора дохожижей. Торо даже. Субтитры сделал DimaTorzok